Монечка, али? Умница! Моня, али? Моня, не бойся! Молодец! Моня – артист с 4-летним стажем. Хотя опыт публичных выступлений накоплен, работать на камеру пушистая звезда не привыкла. Правда, через несколько минут все же берет себя в лапы и снова перевоплощается в храброго артиста. Работает за еду, в прямом смысле слова. Поощряют не кнутом, а пряником. Это печенье обычное, сахарное. Ароматные галеты – материал расходный. За время дрессировки уходит 6 пачек такого лакомства. Кстати, здесь слово «дрессура» – только термин. На деле это веселая игра, а потому коллегам по цеху не терпится оказаться на манеже. Каждый хочет выйти, каждый хочет сделать. Каждый говорит, я это умею, я это тоже могу. Также в работе. Большой период в работе. Их невозможно поделировать, потому что они эмоции, они радостные, они хотят. Ирина Евхименко – опытный воспитатель. Занимается собаками 6-летнего возраста. Начала путь в профессию под руководством родителей. Они тоже цирковые дрессировщики. Позднее обзавелась собственной хвостатой труппой. Сейчас у нее 28 четверолапых подопечных. Каждый отличается особыми талантами. Кто-то высоко прыгает, а кто-то отлично держит равновесие. И у каждого свое отношение к работе. Пока ты его не подойдешь, не поцелуешь, он ничего не сделает. Кого-то нельзя категорически разыгрывать, потому что иначе это начинается… Вот товарищ у нас. Если на него разыграть, у нас будет просто ношение по всему манежу. В этом мы убеждаемся практически сразу. Собаки любят похулиганить, но в целом, отмечает Ирина, все ее ученики покладистые и способные. Старательно крутят барабан, прыгают на скакалке. На то, чтобы освоить упражнения, порою уходят месяцы. Но дрессировщикам терпения не занимать. Знакомьтесь, это Брикс, ему 13 лет и он уже готовится на пенсию. А на смену ему придет Петрович, судьба которого могла сложиться совершенно иначе, потому что в 4 месяца от него отказались хозяева. И таким образом он тоже оказался на арене цирка. Ну а рядом находится артист, который не просто так получил это имя, потому что он является настоящей кинозвездой. Его можно увидеть как в сериалах, так и в рекламе. Здесь всех секретов дрессировки не раскрывают. Но говорят, главное – приручить животных. А самый эффективный способ – любовь и ласка. С Илья Салямова, Руслан Хохлов. Утро нового дня.